Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости на сегодня. Гуманитарная помощь для ветеранов-железнодорожников. Учебно-просветительский семинар. Задержан за кражу. День России в Камрате. Гуманитарную помощь получил Совет ветеранов железнодорожного транспорта города Басарабяска. Помощь поровну распределили между ветеранами-железнодорожниками. Пожилые люди оценили такую помощь, которая пришла как нельзя кстати. Подробнее об этом в нашем сюжете. С улыбками на лицах пожилые женщины из Басарабяского совета ветеранов железнодорожного транспорта встречают гостей, которые привезли им гуманитарную помощь. В считанные секунды одно из помещений организации заполняется коробками. Сегодня мы получили гуманитарную помощь от наших друзей. Те, что нам обещали еще и в предвыборной кампании, что постоянно будут помогать нашему городу. Данная гуманитарная помощь подразумевает продукты питания. Принято было решение нашей командой. Отшли маленькую помощь для наших жителей, для этих людей. В связи с тем, что знаем, что у них пенсии маленькие, знаем, что 70% из них живут ниже черты бедности. Было принято решение сделать маленький подарок. Помощь осуществляется через благотворительные фонды, именно которые приняли решение для нашей Басарабяски помочь. Мы вышли на них, написали официальное письмо. И уже решением примаря было принято решение обеспечить именно железнодорожникам. По словам председателя Совета ветеранов железнодорожного транспорта Лидии Волощук, помощь пришла как нельзя, кстати. Если говорить о помощи, которую сейчас нам носят ребята, приносят много, даже с заставкой на дом, то мы можем сказать, я как председатель от всего Совета ветеранов говорю, что мы такого еще не получали никогда. Вы знаете, слова «огромное спасибо» не вкладываются в то, что нам принесли эти вот ребята. И что характерно, что характерно, я проработала много, но хочу сказать огромное спасибо. Ну, я не видела, что Примарова так вот носил, спотевший, с ящиками, вот, и все для народа. Как отметила Лидия Волощук, гуманитарную помощь организация поровну распределит между ветеранами и железнодорожниками. В первую очередь мы будем раздавать, конечно, лежачим, мало, которые передвигаются, одиноким. Мы хорошо знаем каждого из нас, у нас городок небольшой, мы все знаем друг друга. У нас каждая организация дает списки, и мы работаем по спискам. Вот я, будучи председателем, я не могу никого-то исключить из списка или принять. Но если заходит к нам кто-то совсем бедненький, и мы видим, что он нужен ему на хлеб, то, конечно, мы даем ему. Всего в Басарабятский совет ветеранов железнодорожного транспорта входит порядка 470 пенсионеров. Молоко полезно для человеческого организма. Такой продукт должен соответствовать всем гигиеническим нормам, и его хранение должно производиться в соответствии со всеми необходимыми нормами. В Дроке состоялся учебно-просветительский семинар, целью которого стало информирование работников предприятий по переработке молока о правилах гигиены и транспортировке данного продукта. Присутствующие на семинаре отметили важность проведенного семинара и получили полезную информацию. Об этом подробнее далее. В Дроке состоялась встреча с представителями всех молочных коллекторов из района. В рамках мероприятия участники обсудили условия производства, транспортировки, переработки и реализации коровьего молока. Исходя из специфики нашей работы, в тёплый период года мы обязаны обучать и информировать сотрудников молочных коллекторов. Молоко – это продукт, который может повлиять на организм человека как положительно, так и отрицательно. Присутствующие на семинаре говорят, что встреча была им необходима и что полученная информация для них полезна. Конечно, информация очень полезна. Нужно периодически устраивать подобные мероприятия, ведь информация всё время обновляется. Я узнала детали по поводу гигиены. Речь идёт о новых методах работы, так что информация очень полезна. Цель семинара – информировать работников предприятий по переработке молока о правилах гигиены и транспортировки этого продукта. Цель сегодняшней встречи – обучить и информировать людей о санитарно-ветеринарных нормах при приобретении молока у населения, а также донести до сведения коллекторов молока и экономических агентов, которые приобретают и перевозят молоко необходимые требования к сырью. В районе Дрокия 80 пунктов сбора молока. Молочные продукты содержат большинство необходимых организму питательных веществ в сбалансированном соотношении. Молдова подтверждает заинтересованность в расширении эффективного сотрудничества с Японией в областях, представляющих взаимный интерес, в частности путём обмена ноу-хау и привлечения инвестиций. Японские инвесторы смогут найти в Молдове привлекательные площадки для развития бизнеса по экспорту продукции, в том числе на рынок Евросоюза. Такие заявления сделал замминистра экономики Виталий Юрко в ходе инвестиционного форума, организованного Министерством и посольством Молдова в Румынии в сотрудничестве с торговым отделом посольства Японии в Бухаресте. Со дня смерти Михаи Минеску исполнилось 127 лет. Михаи Минеску был самым великим из румынских поэтов и прозаиков. Он написал самую длинную поэму про любовь Луча Фарул и в стихах описал детство, которое он провёл в Баташане и Ипотешт. Среди самых известных стихотворений поэта – Сомнураси, Пуэстери, Леофлуари, Албастери, Луча Фарул, Пелынга, Плопи и Ферресоц. 23-летняя девушка родом из Фалерст выпросилась из окна 4 этажа дома на улице Теодорович. К счастью, она выжила и была доставлена в больницу. По предварительной информации, причиной для такого поступка стали большие долги. Еще одна попытка самоубийства. Жительница столицы попала под поезд Кишинёв, Москва. Женщина выжила и находится под присмотром врачей. Врачу-психиатру предстоит выяснить, зачем она хотела совершить суицид. Накануне вечером из-за проливных дождей затопило Чадарлунгу. Спасателей вызвали в полдевятого вечера. Помощь понадобилась большинству жителей города, проживающих на улицах Ленина, Горького и Ворошилова. По данным службам чрезвычайных ситуаций, в городе подтоплено 55 хозяйств. Вода затопила дома, подвалы, дворы и огороды. В трех домах частично обрушены стены. 17 человек, в том числе четверо детей, пришлось эвакуировать. Воду выкачивали 38 спасателей при помощи 7 единиц спецтехники и 8 насосов. В среду 15 июня 8.00 стартовал благотворительный велозаезд под названием «От хосписа до хосписа на двух колесах», в котором участвуют 11 велолюбителей. Они проедут от Кишинева до Бухареста, преодолев в общей сложности 563 километра за пять дней через поля, реки, горы и границы между двумя странами, проезжая мимо Брашева. Поддержал велосипедистов напутствующими словами посол Британии Фил Батсон, который присутствовал на старте велозаезда. Два месяца назад в городе Унгень была произведена кража личной сумочки. После произошедшего девушка обратилась в полицию. Вследствие специально разыскных мероприятий сотрудники инспектората полиции Унгень обнаружили и задержали подозреваемого. Украденные вещи были найдены. О том, какое наказание грозит похитителю, смотрите далее. Надеялся избежать наказания, но попался. Речь идет о молодом человеке-уроженце города Унгень, который два месяца назад совершил кражу. Но его опознание задержания стало возможным только сейчас. В середине марта текущего года в 22.00 в полицию обратилась девушка в возрасте 24 лет и заявила о том, что неизвестный изъял ее личную сумочку, в которой находились мобильные телефоны и другие материальные ценности. Инцидент произошел на одной из улиц города Унгень. В целом, жертве был нанесен материальный ущерб в размере 3450 лей. Вследствие специальных разыскных мероприятий сотрудники инспектората полиции Унгень обнаружили и задержали подозреваемого. Украденные вещи были найдены, их вернут пострадавшей. На основе данного преступления было открыто уголовное дело. В случае установления вины подозреваемому грозит тюремное заключение сроком от 5 до 7 лет или штраф в размере от 10 до 20 тысяч лей. В Камраде прошел грандиозный концерт, который был организован в честь Дня России. На сцене выступили артисты национальной и зарубежной эстрады. Празднование прошло масштабно. Посмотреть концерт приехали из различных городов и сел. Встретились также и иностранцы, которые были рады такой программе в Камрате. Подробнее об этом смотрите далее. В минувшую субботу в Камрате масштабной программой отметили День России. Мероприятие было организовано при поддержке фонда, учрежденного Юрием Якубовым, а также свою поддержку оказала и башкан Гагаузи Ирина Влах. На сцене выступила российская группа Серебро, отечественные исполнители Янил Истрати, Нелли Чубану, а также танцевальный коллектив Кадынжа. Площадь была заполнена слушателями, которые с нетерпением ожидали начала концерта. Я отношусь довольно-таки положительно, жду такие концерты. Особенно интересно зарубежные звезды, которые к нам приезжают. Что-то новое хочется послушать, увидеть, так как у самой нет возможности поехать туда. Поэтому хотелось бы, чтобы было побольше таких концертов. Я в курсе то, что приедет моя любимая группа – это Серебро. И я очень жду их, не дождусь их приезда, их выступления. На самом деле сегодня хороший праздник, порадоваться, поднять все настроения. Приезжает гость здесь в России, группа Серебро. Думаю, что тут будет много народу, настроение будет самое лучшее, поднимется еще лучше. Еще смотрю, дождик моросит, будет отлично. Мы из Тюмени приехали к родственникам. Мы вообще случайно увидели. Не ожидали вообще. Как получилось, что в отпуске? Да, мы просто приехали. Да, и сейчас гуляли, и вдруг увидели рекламу, да, то, что здесь. Я рада, что к нам приезжает группа Серебро, и мы можем увидеть вживую. И у некоторых может воплотиться мечта, потому что у некоторых это может быть любимая группа. Мы очень рады, что группа Серебро приехала в Молдавию. Мы сможем посмотреть концерт. Большое спасибо Ирине Влаху за то, что она оставалась для нас. Хочется выразить огромную благодарность и фонду Якубова, и Ирине Влах, и самой группе Серебро, что они как бы приехали к нам, доставили такую радость, обратили, можно сказать, на нас внимание, и подарили нам частичку себя. Концертная программа была проведена успешно. Желающих послушать любимые песни приходило все больше. Все были приятно удивлены выступлениями известных исполнителей. Нежная, 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 мою руку возьми, чтобы вместе мы в полиции и в объятиях твоих. Я хочу не слушать, не волнует тебя и не волнует тебя. Я хочу не слушать, не волнует тебя и не волнует тебя. Я хочу не слушать, не волнует тебя и не волнует тебя. Концерт длился несколько часов, но время пролетело незаметно. В завершении праздничной программы в небе прогремел грандиозный салют. Горожане были рады сюрпризу и надеются, что количество таких концертов будет расти с каждым годом. Это все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире!